В современном мире бурно развиваются технологии обработки, хранения и передачи информации. Применение информационных технологий требует повышенного внимания к вопросам информационной безопасности. Уничтожение информационных ресурсов, их недоступность или несанкционированное использование вследствие нарушения информационной безопасности вызывают серьезные проблемы у граждан, социальных групп, компаний и государств. В этой непростой теме разбиралась моя коллега Эльнара Алиева. Эльнара, на какие же группы можно разделить проблемы информационной безопасности? Добрый вечер, Олег, их три, о какие расскажу прямо сейчас. Утечка информации происходит постоянно. Одни инциденты остаются незамеченными, другие заканчиваются серьезными последствиями. Первая группа гуманитарного характера – это проблемы информационной безопасности, возникающие в связи с бесконтрольным использованием и распространением персональных данных граждан, втажениями в частную жизнь, клеветой и кражами личности. Впрочем, это явление довольно известным в информационном пространстве. Можно, например, вспомнить те же скандальные пикантные подробности фото и виде голливудских звезд, которые всплыли благодаря хакерам, взломавшим мобильные телефоны знаменитостей. Вторая группа – проблемы экономического и юридического характера, возникающие в результате утечки, искажения и потери коммерческой и финансовой информации, краж брендов и интеллектуальной собственности, раскрытия информации о материальном положении граждан, промышленного шпионажа и распространения материалов, наносящих ущерб репутации компании. Так, в мае 2006 года была похищена незашифрованная база данных Департамента по делам ветеранов Соединенных Штатов Америки, содержащая персональные данные 26,5 миллионов ветеранов, а также действующих военнослужащих армии. База данных хранилась на ноутбуке и внешнем жестком диске, которые были украдены из штаб-квартиры организации. В июне того же года украденные вещи были возвращены, утечка данных обошлась организации в полмиллиона долларов. В декабре 2006 года были похищены данные о 94 миллионах кредитных карт компании TGX-INC. Воспользовавшись временной уязвимостью информации, хакеры похитили персональные данные владельцев карт во время обмена данными между магазинами. В мае 2007 пострадала компания Fidelity National Information Services, международный поставщик финансовых услуг. Информационная утечка произошла по вине сотрудника, похитившего 3,2 миллиона записей о клиентов, включая данные о кредитных картах, а также банковские и персональные данные. Вскоре вся полученная информация была продана на черном рынке. Кроме нанесенного финансового ущерба и испорченной репутации, компании пришлось возместить ущерб каждому пострадавшему, чьи персональные данные были похищены. В 2008-м атаке подверглись данные платежной системы Heartland, в результате чего была похищена информация о 134 миллионах кредитных карт пользователей. Добыть эти сведения хакеры смогли с помощью изменения языка запросов. В течение нескольких лет до этого инцидента специалисты неоднократно предупреждали компанию об угрозе ее информационной безопасности. Однако меры по обеспечению необходимой защиты информации, как показала история, не были приняты своевременно. В середине 2009 года была совершена атака на крупные компании Кремниевой долины, в том числе атака коснулась и Google. В рамках операции Китая по промышленному шпионажу были запущены атаки на Google, Yahoo и десятки других компаний. Китайские хакеры использовали уязвимости в браузере Internet Explorer, чтобы получить доступ к внутренней сети компаний. Позже Google заявила, что во время атаки была похищена интеллектуальная собственность. Эта атака ярко свидетельствует о том, что не стоит пренебрегать обновлениями программного обеспечения. В 2010 году была совершена атака на ядерную программу Ирана, подготовка которой велась на протяжении трех лет. В результате из строя была выведена центрифуга на заводе по обогащению урана, а также сорваны сроки запуска атомной электростанции. Случайным исполнителем атаки стал сотрудник компании «Сименс», использовавший зараженный флеш-накопитель с программой «Червем Стакснет». Инцидент дал понять обществу, что теперь взломы или утечки информации влияют не только на электронный, но и на вполне материальный мир. Год спустя были украдены данные приблизительно 40 миллионов сотрудников в различных фирмах-предприятиях, хранящихся в компании RSA Security, которая предоставляет услуги по обеспечению информационной безопасности. Последствия инцидента обошлись примерно в 66 миллионов долларов, однако куда больший урон был нанесен уверенности крупных компаний, специализирующихся на информационной безопасности в собственной защищенности. В том же 2011 году было взломано 77 миллионов аккаунтов Sony с PlayStation Network. Как отмечала компания Sony, потери от неработавшего в течение всего одного месяца сервиса составили миллионы долларов, так как за этот период были расшифрованы 12 миллионов платежных данных пользователей. Развитие информационных технологий неизбежно влияет и на развитие способов взлома кражи данных. Угрозе информационной безопасности становятся подвержены практически все компании. В наши дни важно иметь под рукой средства защиты информации, способные обеспечить безопасность данных и предотвратить все потенциальные атаки. Вот уже второй год мир борется с пандемией коронавируса COVID-19 повлиял не только на жизнь людей в целом, но и выявил колоссальные проблемы в глобальном масштабе, в том числе и в сфере информационной безопасности. Пандемия буквально заставила сектор здравоохранения усилить внимание к своей кибербезопасности. Участились кибератаки на больнице. А в этом, как опасаются специалисты, угроза со стороны киберпреступников может возрасти еще больше. Именно в этом 2021 году. Microsoft недавно обвел во взломе хакеров, спонсируемых правительством Китая. Хакеры, действующие с территории Китая, воспользовались уязвимостью в сервисе электронной почты Microsoft Exchange и получили доступ к данным тысяч организаций в США. Белый дом назвал ситуацию реальной и сохраняющейся угрозой национальным интересам и призвал все компании, пользующиеся серверами электронной почты Microsoft Exchange, немедленно установить соответствующее обновление. В середине мая Министерство транспорта США объявило чрезвычайное положение в нескольких штатах из-за остановки крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки. И тут цены на американские нефтепродукты растут, биржевые трейдеры заказывают топливо из Европы, а участники информагентств связывают стоявшую за нападением группировку DarkSide с хакерским сообществом стран бывшего Советского Союза. По нефтепроводу Colonial Pipeline протяженностью 8850 километров ежедневно транспортируется 2,5 миллиона баррелей нефтепродуктов, обеспечивая 45% потребности восточного побережья в дизеле, бензине и авиационном топливе. Возвращаясь к характеристике проблем информационного пространства, третья группа носит вопросы политического характера, возникающих из-за информационных войн, кибервойны и электронной разведки в интересах политических групп, компрометация государственной тайны, атак на информационные системы, важных оборонных транспортных и промышленных объектов, неполного информирования и дезинформации руководителей крупных учреждений. Как отмечают эксперты, решение указанных острых проблем в области информационной безопасности возможно только при двух условиях. Внимание к данным вопросам, надлежащих целенаправленных действий руководителей компаний и представителей общественности и государственной власти, и второй согласованной деятельности национальных и международных органов, занимающихся стандартизацией информационной безопасности и борьбой с киберпреступностью. Но из всего сказанного, Олег, думаю, становится ясно, что если вовремя не предпринять нужные действия, то тяжелых последствий не удастся избежать. Спасибо, Эльнара. Я думаю, все поняли, что нужно делать для того, чтобы обеспечивать информационную безопасность. Продолжение следует...